Такие постройки редко встретишь в арке. Да и я, что уж там говорить, сам давно перестал молиться. Вера в столице стала немодной. Делом одних лишь безумцев и бедняков. Дарва, народ! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить... Пайнфорд. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так подпишитесь на канал и погнали! Слушайте, тут такое дело. Мы можем поговорить с Амелли наедине? Что это значит? У нас не есть кое-какие личные дела. Мне бы не хотелось смущать её, понимаете? О чём конкретно идёт речь? Я... я не могу сказать. Гарри лишь виновата, пожалуй, плечами. Мы с Гарри не так давно знакомы. И не то, чтобы у меня не было к нему повод... И не было поводов ему не доверять. Но почему сейчас? И будет ли прок, если я настаём на своём? Для Гарри и Эмили это что-то очень личное. Гарри, иди-ка в жопу. Отказать пусть говорят при тебе. Послушайте, Лазарь. Перед самым допросом Эмили вы просите меня поговорить с ней. Вы хоть понимаете, как это выглядит со стороны? Понимаю, и будьте уверены. Я бы не просил вас без необходимости. Так или иначе, я не могу предоставить вам такую возможность. Пусть даже это что-то личное. Вполне может быть, что эта информация понадобится мне для расследования. Гарри наконец отпустил мой локоть и перевёл взгляд в пол. Проходите за мной. Послышалось откуда-то из глубины дома. Мы зашли в средних размеров спальную комнату. Эмили подошла к окнам убрать занавески. Зачем? Закончиво, она таки продолжила стоять к нам спиной. Гарри смирил меня неодобрительным взглядом и начал неуверенно говорить. Послушай, Эмми. Девушка всё так же стояла спиной. Гарри откошлёлся и начал снова. Послушай, Эмм, ты знаешь, как я отношусь к тебе и твоей семье? Зла я тебе никогда не пожелаю, ты ведь знаешь. И то, что я говорю, что я прошу тебя делать, это лишь из моей заботы к тебе. Мы... мы ведь договаривались с тобой. Мы через столько вместе прошли. Но почему ты меня не слушаешь? Почему? Мне казалось, что эта тема уже закрыта. И к ней нам не придётся возвращаться. Ведь ты обманываешь не меня, а себя. Дальше будет лишь смерть. Почему ты не хочешь это понять? Он о чём вообще? Ин... инспектор. Эмили резко выпалила. Да? Вы не могли бы покинуть комнату? Боюсь, это невозможно. Я уже твёрдо решил остаться здесь. Хотя уже чувствую, что зря. Эмили повернулась к нам лицом. В её маленьких невинных глазах засверкали слезинки. Боже. Я быстрым шагом подошёл к ней и, достав плоток из нагрудного кармана, протянул ей. Вот, возьмите. Она взяла его и ловким движением руки протёрла глаза. К нам подошёл Гарри. Извини меня, Эм, я не хотел доводить тебя до слёз. Было видно, как Эмили хотела что-то ему ответить. Но моё присутствие отталкивало её от этой затеи. Прошу прощения за это всё. Госпожа... инспектор... Прод... продолжайте, прошу. Я... Мне нужно подышать воздухом. После этих слов Гарри вышел за дверь. Госпожа Абрайан, вы готовы сейчас поговорить со мной об Эви? По ней было видно, что нет. Что же Гарри имел в виду? Дальше будет лишь смерть. Это явно что-то серьёзное. Серьёзное настолько, что довело её до такого состояния. Хоть она и не рыдала, мешки под глазами и потерянный взгляд говорили сами за себя. Беднёжка явно еле сдерживала слёзы. Видно, только моя персона сдерживала её от эмоциональных порывов. Я готова. Хоть губы Эмили двигались, в такт словам на эту фразу, будто сказал кто-то за неё... За неё кто-то другой. Вы уверены? Мы можем обсудить и потом, когда вам станет лучше. Это ведь ваша работа. Что ж, хорошо. Тогда присядьте хотя бы, прошу. Эмили присела на кушетку. Эмили, как мне известно, вы были подругами с Иви. Да, это так. Кто-то ещё входил в ваш круг общения? Или вы проводили время исключительно вдвоём? Бывали дни, когда мы проводили время в гостях у кого-то. Или выезжали за город. Ну да, большую честь времени мы проводили вдвоём. И так было всегда? Нет, конечно. В детстве все дети знати играют вместе. А когда вырастают, расходятся кто куда. Не считая вас, Иви. Да, не считая нас. Но ведь город у вас небольшой. Здесь никуда особо не разойдёшься. Да. Но кто-то уезжает учиться в Арк. Кто-то переезжает в Кипарис. Последнее время многие покидают наш город. В её речи прозвучала горечь. Скажите, а накануне убийства вы не замечали ничего странного в поведении Иви? Нет, она вела себя как обычно. Как обычно? Это как? Ну, Эмили призадумалась. Так как и в другие дни. Расскажите мне распорядок дня Иви 27-го числа. Про то, что она делала, с кем разговаривала, может, кого упоминала. Хм. Мы встретились с ней, как обычно, после завтрака около фонтана. После этого мы гуляли с ней по зелёному кварталу. Что за зелёный квартал? Та честь города, в которой мы находимся. Примерно от святилища до корпуса инспекторов. И о чём вы говорили? Тот день был холодным. Первым холодным днём августа. Мы обсуждали, как скоро опустеют окраины города. Потому что большая честь крестьян будет с утра до вечера убирать урожай. Обсуждали то, что в газетах пророчат нам новую войну. Обсуждали... Гилей. Кого будем встречать и кого провожать? А кто такие гили? Гилей? Что это? А, то есть он тоже не знает, я не один тупой. Праздник в начале сентября. На нём жители города благословляют новые пары и провожают... Умерших. Эмилия запнулась. Всё хорошо, продолжайте. В общем, после прогулки мы, как обычно, зашли к тётушке Альме. В два часа подали ланч, а затем мы разошлись. И куда направилась Сиви? К Скотту. Скотту Грейсу? К нему. Тот грубиян, с которым я встретился на пороге дома Хорреса. Она не сказала зачем? Нет, не сказала. Иви тоже общалась со Скоттом? Не то чтобы. М? Они иногда встречались на приёмах. Но про личные встречи она мне ничего не рассказывала. Понятно. А после вы виделись? Нет. Взгляд Эмили куда-то потерялся. Хорошо, этого вполне достаточно. Спасибо, что помогаете нам, инспектор. Пока я вам ещё не помог, но буду стараться. Эмили попыталась натянуть дружелюбную улыбку, но у неё это плохо вышло. Отдыхайте. Скотт Грейс, значит. В гостиной уже никого не было. Что на вас, чёрт побери, нашло? Сначала просите меня оставить вас, потом выбегаете из комнаты. Хотя лучше не отвечайте. Видно, что у них Самили серьёзная проблема. Я... Давайте лучше сосредоточимся на деле. Ладно, пошли. Крут сама просить семью. Теперь можно отправиться к семье Иви. Опрошу родителей. Они должны знать больше всех остальных о ней. Вдобавок можно будет осмотреть её комнату на предмет зацепок. Птица. Мы на месте. Лона. Чьё? Пред взором возник дивный охровый дом с отражающей летние лучи голубой кровлей. В некоторых местах крыша особняка словно сплавилась под жаром летнего солнца. Без лишних слов дом и дом родцев был очарователен. Судя по всему этому особняку уже много сотен лет. В отличие от особняка грейсов. Этот словно заявлял об аристократии... Аристократской традиции Пайнфорда. Дверь особняка отворилась и из-за ней возник силуэт мужчины. Бенджамин! Он повернулся, махнул руку и направился в нашу сторону. Рад тебя видеть, Уотсон, и вас, инспектор. Господин инспектор, моё имя Бенджамин Рутс. Дэвид Гейтс. Бенджамин пожал мою руку с явным энтузиазмом. Вы здесь по делу, как я понимаю? Именно так. Что ж, тогда прошу внутрь. Добро пожаловать в Лона. Это фамильный особняк семьи Рутсов. Итак, господа. Чем могу служить? Мы бы хотели переговорить с родителями Иви Рутс. Что ж. Вы выбрали не самое удачное время. Моя сестра, Анна. Сейчас молится в святилище за упокой Иви. Я как раз хотел присоединиться к ней. Я посмотрел на Гарри. Ему явно было неудобно отвлекать Бена от панихида. А Говарда уже нет в городе несколько дней. Интересно, и куда же он уехал? 26 августа. Убийство произошло 27-го. Бедный, бедный Говард. Уехать за день до смерти своей единственной дочери. В такие моменты просыпается истинное сочувствие к окружающим. Хм. Тогда мы можем осмотреть комнату Иви. Как раз дождёмся Анну. Боюсь, это невозможно. Только господин имение имеет право пускать кого-то дальше выходного зала. Я посмотрел на Гарри. Тот подтверждающий кивнул. И чё будем делать, блядь? Я не наделён полномочиями пускать даже инспектора Вэлли Лазарей в комнату жильцов. То есть нам отсылать запрос Говарду Рудсу? Что вы, конечно нет. В отсутствии действительного господина его представителем является ближайший член семьи. То есть В. Увы, как бы мне не хотелось, но нет. Таким является моя сестра. Вы можете пройтись до святилища, но как вам будет угодно? Как бы там ни было, вы представители власти, и вам решать. Ладно, сохраним традиции, пойдём в святилище. Вы абсолютно правы, ваш дом ваши правила. Благодарю за понимание. Спустя несколько десятков минут я оказался в западной части города. На безлюдном пустыре... Да какой же это пустырь? Вон дом, вон деревья. Стоял небольшой храм. Да, приличный храм. На крыше которого неаккуратным рядом возвышались острые шпили. Такие постройки редко встретишь в арке. Да и я, что уж там говорить, сам давно перестал молиться. Вера в столице стала немодной. Делом одних лишь безумцев и бедняков. Неужели в наши времена ещё остались неистово верующие люди? Слушай, а внутри красиво. Внутри храма царила тишина. За исключением еле слышного звука. Он будто раздавался откуда-то из-под купола. Это был звук множества переливающихся между собой колокольчиков. Знаете, что это за звуки, инспектор? Позади меня из ниоткуда возникла женщина. Она пришла мимо меня и встала под витражом, повернувшись ко мне лицом. Да, с голосом я явно не угадал. Ещё в старые времена, когда нашего города не было, здесь жило одно племя. Они звали себя Итси... Итси-кари, дети земли, в переводе с их наречия. И здесь, под полом этого храма, они хоронили умерших. Своих друзей, мужей и детей. И всякий раз при похоронах они звонили в маленький колокольчик. Всё для того, чтобы мертвец услышал его близкие рядом. Потом пришли наши предки. Они выгнали местных с этих земель. Они возвели город, а прямо на этом месте построили храм. Спустя столько сотен лет колокольчики до сих пор звенят из-под земли. Будто мёртвые, отвечают нам, с той стороны. Я сама не хотела верить в эти легенды до момента смерти моей дочери. Но, знаете... Сейчас будто что-то изменилось. Будто в этой симфонии прибавился ещё один колокольчик. Анна Руция, как я правильно понял. Задавайте уже свои вопросы. Я хотел расспросить вас о вашей дочери. Какой она была? Она повернулась ко мне спиной и пробормотала что-то. Так она стояла несколько секунд. Потом она резко раз... Повернулась. Самый лучший из нас. Может, вы думаете, что все матери так говорят о своих детях? Но она и правда была лучшей. Самым светлым огонёчком в этом проклятом городе. Были ли у неё разногласия с кем-то? Может, какие-то конфликты? Не было никогда. Даже Говард при его любви к спорам не мог её вывести из себя. Кроме последнего раза. Речь об отца Иве? Она положительно кивнула. Расскажите об этом поподробнее. Иви никогда не смела повысить голос или возразить ему, но... 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 Да и её смерти они сильно повздорили. И о чём был спор? Я могла бы рассказать, но не буду. Это дело меня никак не касается. Пытайте меня или отдайте под суд. Я вам не скажу. Миссис Ротс, это важно. Важно для чего? Для того, чтобы найти убийцу вашей дочери. Разве вы не этого хотите? А вы поднимите её из земли? Вновь позволите коснуться её румяного лица? Я был потрясён её хладнокровностью. Раньше мне не встречались люди, которые рассуждали бы настолько трезво после произошедшего. Относительно трезво. Всё-таки её рациональность была в какой-то другой плоскости. Последний вопрос, миссис Ротс. Да. Ради этой просьбы я, собственно, сюда и пришёл. Вы позволите, как нынешняя хозяйка Лона, обыскать мне и Гарри комнату вашей дочери? Я рада, что вы не стали вламываться в мой дом без моего позволения. Но всё-таки мозги у меня есть. Хе-хе. Да, если этого требует дела, я разрешаю вам. Надеюсь, такое проявление учтивости не выйдет мне боком. Спрашивать разрешение у людей вашей профессии – редкость. А вы встречали много инспекторов. Она слегка приподняла уголки губ. Вы ведь не первый, кого присылают в Пайнфорд. О чём вы? Не думал, что в этом тихом месте может что-то происходить. Тьма пожирает сердца тех, на ком нет взгляда и кого не хлестает плеть господина. Вы далеки от цивилизации, инспектор. Будьте аккуратнее. А сейчас, если позволите, я продолжу молиться. Конечно, конечно. Спасибо вам за уделённое время. Теперь можно спокойно зайти в комнату Иви. Как обстоят дела? Теперь мы можем официально войти. Замечательно. Благодарю вас, инспектор, за ваше понимание. Конечно. Комната Иви, Рудс. Не оставите нас. Разумеется. Если что-то понадобится, я буду внизу. Белёсые лучи освещали комнату, ложись на заправленные простыни. Летний тепло и осенний холод. Оба они были в этой комнате. Август будто эхом отзывался об ушедшем прошлом. Оттеплившийся тут некогда жизни. А сентябрь идолло лёгким ветерком в шею. Напоминая о жестоком настоящем. Закрой дверь. Тут сквозняк в комнате. Смерть. В этой комнате она тоже была. Но её нельзя было увидеть или пощупать. Чувство покинутой стели. Летало в воздухе. Где-то год назад, ещё в арке, одним вечером я читал книгу. Даже не помню, как она попалась мне на глаза. Я не запомнил ни персонажей, ни сюжет. Никаким образом книга закончилась. В памяти осталась лишь единственная фраза. И обнимаем свою смерть. Принимаем её, как наступающий фатум. Будто это писал человек, познавший смерть. Свою или чужую, неважно. Он встретился с ней лицом к лицу. Тогда мне казалось, что автором был умерший человек. Написавший об этом оттуда. Хотя, кому после смерти будет дело до написания книг? Что будем искать? Любые зацепки. Письма. Всё, что может помочь в деле. Что ж, тогда приступим. Давай. Дэйнс, инспектор. Что такое? Здесь кое-что любопытное. Гарри дал мне листок бумаги. На пергаминке пером были выцарапаны слова. Сизый дым из-заставин вырвался. Комната оказалась высмоленной до духоты. Помнишь, как здесь шаг за шагом жертвенно? Собой устилал я твои следы. Какая рифма? Дэгэ. Дэгэ. Дэвид Гейтс? Дэгэ. Дэвид Гейтс? Я просто пытался разбавить атмосферу. Вы уже минут двадцать, как молчите. Кроме найденного вами пергамента, здесь ничего нет. Что значит ничего? А как же этот листок? Сами представьте. Сколько в городе людей с инициалами Дэгэ? Это вообще может быть и не имя вовсе. А что тогда еще? Чем это может быть? Прозвищем, кличкой. Всем чем угодно. Может речь даже идет о предмете? Нет, выяснить сейчас, что такое Дэгэ, мы не можем. Оставим это на потом. Значит, никаких зацепок? Да. В комнате нет ни писем, ни дневников. Все свидетельства о связи Иве с кем-либо пропали. Или она ни с кем не переписывалась? В этом не верится меньше. Кто-то уже побывал здесь до нас, и он взял то, что мы ищем. Потому что не хотел, чтобы мы что-то увидели. Блять, потом у нас в комнату ее не пускали. Да сука! Значит, если мы найдем письма, поймем, кто убийца? Вероятно. Так или иначе, в тех записках скрытая ответа на многие вопросы. Я одного понять не могу. М? Гарри подошел к двери. Мы сломали печать на входе в комнату. Через дверь сюда никто не заходил. Значит, либо кто-то пролез через окно. Гарри подошел к окну. Ни карнизов, ни внешних ставен и метров десять до земли. Либо выкрал записки Еви до того, как комната была опечатана. Скажите, Гарри, когда именно вы опечатали дверь в эту комнату? Сразу же, как узнал об убийстве. Я отправил Хороса сюда, пока сам осматривал место преступления. И вы ему доверяете? Все цело. Хм. Но что-то тут все равно не сходится. Кому нужно было красть все письма сразу? Почему не выкрасть только одно нужное? Таким образом пропажа могла остаться незамеченной. И вправду. Зачем? Стоящий за кражей торопился? Потому и без разбору взял все? Но если он торопился и знал, что пропажу обнаружат, то почему просто не уничтожил улики? Что-то здесь явно не сходится. Если кто-то здесь уже был, искать в комнате бесполезно. Пожалуй, вы правы. Мы отправились вниз на первый этаж. Думаю, мы сюда вскоре вернемся. Я бы хотел опросить всю семью родцев, когда они будут в сборе. И я так понимаю, оповестить их нужно мне? Все верно. Хорошо. Я поговорю с Анной и Беном. И посещу миссис Сабо. Бабушку Иве по отцовской линии. Попрошу их всех завтра прибыть сюда. Отлично. К кому мы направимся далее? Что ж, я просил всех, кого хотел. Завтра нужно будет сходить к Хоросу. Узнать результаты вскрытия. И, Гарри, у меня просьба к вам. Да. Есть вероятность, что убийца еще находится в городе. Не могли бы вы созвать не только Рудсов, но и все остальные семейства Влона? Мне нужно объявить о введении комендантского часа. Думаю, стоит доложить им об этом лично. Сомневаюсь, что у вас получится. Почему же? Мероприятие такого рода вводится только по решению Совета Домов. Иначе не получится. Увидев мое недоумение, Гарри пояснил. Совет Домов – орган управления городом. В него входят представители от каждой семьи. И все важные решения проходят через них. И в чем проблема? Я сомневаюсь, что Совет отвергнет мое предложение. Это дело здравого смысла. Понимаете, дело в том, что Совета сейчас не существует. Последний раз глав города выбирали лет сорок назад. С тех пор ничего подобного не происходило. Так почему не созвать Совет снова? Гарри на минуту призадумался. Сомневаетесь в этой затеи? Не знаю. Трудно сказать. Главы Домов упрямы. Их тяжело убедить в чем-то. Тем более... Вам. Мне? Вы здесь чужой. А то, что вы предлагаете, не входит в ваши полномочия. Какая же несуразица. Убийца гуляет на свободе, а мы будем спорить о такой ерунде? Боюсь, так и будет. Тем не менее, объявите о собрании завтра в полдень. Хорошо. Дорогу до кабака помните? Помнят или нет, узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова